Представься, как зовут? Уже начинаем беседу? Да, начинаем. Цветочки поставим, чтобы у тебя была красивость. Или туда лучше поставишь? Геннадий Тигран. Я хочу поблагодарить за предоставленную возможность Геннадия Петровича, собеседую нашу, потому что судьбы наши на данном этапе как бы воссоединились в одно поедино, как мироздание сказано, все очень сложно и одновременно все очень просто, все очень сложно для обывателя и все очень просто для создателя. Я являюсь вашим сторонником и поклонником, однозначно. Просматривая ваши темы, я там увидел, где вы купаетесь так называемой купели кремниевым насыщением. Поясните, пожалуйста, где это находится? Тигран, это находится в Краснодарском крае, станица Ярославская. Оказывается, там бурили скважину и искали нефть. Это еще, наверное, было где-то в 60-х годах. И забил источник горячей воды. Увы, нефти не оказалось, газа не оказалось, но пошла вот эта вода, она была насыщена, будем говорить, нефтяными этими делами. Ну и потом, где-то, сколько примерно, лет 10 назад, было решено на этом месте построить термальный курорт. Термальный курорт, и вот они начали искать обоснования, а за счет чего же эта термальная вода оказывает свой эффект. То, что эффект был, несомненно. Но вот за счет чего, значит, пригласили там профессора, еще кого-то, еще кого-то, в том числе и меня. И исследовав состав воды, они определили, что там очень много кремния. Вот, и все просили, чтобы вот рассказали, за счет чего кремния оказывает такое благотворное действие. Функции кремния в организме. Значит, первое, он укрепляет иммунитет. Потому что его химическая структура такова, что он может вступать во взаимодействие с болезнетворными бактериями и связывать их, а также помогать быстрее удалять их из организма. Недостаток кремния вызывает сильное ослабление иммунной системы. Причем страдают не только органы дыхания, но самое важное это кишечник, откуда соединение кремния также удаляет вредоносные микроорганизмы и мочеполовая система. То есть, нету кремния, значит, у нас будет страдать в первую очередь именно система, находящаяся в кишечнике и в мочеполовая система. Значит, вторая функция антиоксидантная. Он является структурным антиоксидантом, который способен блокировать реакции перекисного и ферментного окисления жиров, препятствуя повреждению клеток кожи, эпидермиса. В результате это не только помогает сохранять молодость кожи, густоту волос и гладкость ногтей, но и защищает внутренние органы от воздействия свободных радикалов, а также замедляет процессы старения организма. То есть, кремний может нам в какой-то мере продлить молодость. Третье. Образование соединительной ткани. Это одна из важнейших функций кремния. Кремний принимает участие в процессах скрепления отдельных волокон, эластина и коллагена, то есть это как раз соединительная ткань и вообще укрепляет соединительную ткань, которая является каркасом, в котором находятся клетки организма. Достаточно содержание кремния в организме способствует выработке коллагена, эластина и других структурных единиц соединительной ткани, быстрому росту этих клеток и их обновлению. То есть, от кремния, видите, зависит внешний вид наших кожных покровов, а также внутреннее состояние соединительной ткани, как через нее идет питание, хорошо, либо плохо, насколько она эластична или неэластична. То есть, за все это отвечает кремний. Четвертое. Укрепление сосудов. Оказывается, тонность и толщина стенок сосудов также во многом зависит от содержания кремния в организме. При снижении концентрации кремния в крови, кровеносные сосуды становятся более хрупкими, хуже, переносят перепады давления и физические нагрузки. То есть, такой элемент, как кальций, он дает крепость организму, а кремний дает гибкость, эластичность. Это очень важно понимать. Чтобы вот эти два параметра, крепкость и эластичность, были на оптимальном уровне, тогда наши кости связки в прекрасном состоянии. Пятое. Рост и формирование костной ткани. Крепость костной ткани зависит от количества кальция, а вот ее рост, эластичность состояния хрящей от концентрации кремния. Кремний уходит в состав практически всех мягких и эластичных составляющих костной системы. При его недостатке кости медленнее растут, становятся более жесткими и хрупкими. То есть, я немножечко забежал вперед, говоря о сосудах. Но это же касается и костей, костной ткани. Шестой. Обмен веществ. Кремний влияет на все виды обмена веществ в организме. Нехватка кремния вызывает ухудшение усвояемости очень многих микроэлементов, например, железа, кобальтов, тора и других жизненно необходимых человеку. Вот так вот. Теперь мы знаем, какие функции кремния выполняют в нашем организме. А также следует особо подчеркнуть то, что он принимает энергию извне и распределяет ее. То есть, он может ее принимать, аккумулировать и передавать дальше. На мой взгляд, на мой взгляд, несмотря на то, что там огромное количество кремния, вода более целебна насыщением вот этих вот нефтяных включений разного рога. Но, тем не менее, и кремния, они фильтруют эту воду, так, что вода в бассейне. И она как раз вот будет воздействовать за счет кремния. Я хочу вам сказать очень хорошую новость для них. В вашем лице они могут найти, скажем так, продвижение вперед. У меня мнение совершенно немножко естественное. Я с вами согласен. Потому что углеводороды, алифатического ряда, да, они естественные, как вы и пояснили, тут не новость дня. Кровь Земли работают. Но у нас есть еще космос. Мы дети космоса. А вот кремний, их всего четыре элемента. Один из них, который из космоса, действительно, пришли нам оттуда. Является кремний. И вот воссоединение кровь Земли, матушка Земля и наш космос, наш создатель. Все вот оттуда. Информационное, энергоинформационное поле. Я об этом, честно говоря, не знал. Но планирую теперь обязательно посещать это место. И объясню почему. Обязательно будет объяснение. Объяснения у меня все, скажем так, построены на научном подходе. Да. Никаких. Я не занимаюсь особо, скажем так, ни шаманизмом, ни прочим, ни прочим. Я православный, мне 57 лет, в здравом уме, валерьянку не пью. И вообще ничего не пью, честно говоря. Вода, соки натуральные желательно. Где-то попадалась информация, у нас сегодня беседа сегодня познавательная будет. Где-то попадалась информация, что в одном из областей России в одном из деревень бьет источник. И эти люди целая большая деревня. И никто из них ни разу не болел онкологическими болезнями. Вот так-то. Ни единого случая. Это фиксирует именно областной онкологический центр. А где же этот источник? Что они, все остальные, сейчас идет прогрессия, однозначно. Это, говорится, никакой тайной не является. Прогрессия сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. А это воедино, мне кажется, это, я уверен, что это причина одна и та же. Дисбаланс кремния. А вот как понять, что у нас недостаток кремния? Оказывается, недостаток кремния в организме распространен довольно-таки часто. Как правило, это неправильное питание, заболевание желудочно-кишечного тракта, которое не позволяет усваивать кремний в нужном количестве. А также запоминаем наличие паразита в организме. Как показывает практика, вовремя заметить и диагностировать нехватку кремния практически невозможно, так как характерных симптомов и признаков этого состояния нет. Более того, до сих пор сколько кремния необходимо человеку в сутки, точно неизвестно. Считается, что минимальная доза кремния это примерно 20-50 мг. А вот причем в периоды активного роста, а также после тяжелых заболеваний, травм костно-суставной системы во время беременности и кормления грудью потребность кремния увеличивается в несколько раз. Особенно это подчеркну спортсменов, которые занимаются силовыми видами спорта и наращивают мышечную массу. Итак, длительный недостаток кремния в организме может стать причиной. Смотрите. Развитие сосудистых кризисов. Например, недостаток кремния увеличит риск развития инсультов или инфарктов от 1,2% до 4,7%. Это и понятно. Почему сосудистых кризисов? Потому что стенка кровеносных сосудов теряет свою эластичность и может во время подъема давления лопнуть. И в результате вот вам инсульт, инфаркт. Для возникновения сахарного диабета. Если концентрация кремния в организме ниже нормы, это вызывает хроническое нарушение обмена веществ, которые становятся причиной повышения глюкозы крови. То есть именно кремния способствует тому, что он улучшает, будем говорить, реакции, связанные с усвоением глюкозы. А если его мало, то, естественно, эти реакции протекают медленнее. И поэтому оно просто неусвоенное, не затребованное организмом, болтается по крови, вызывая повышение. Развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы, атеросклероза, варикоза и других заболеваний сосудов. При нехватке кремния его место в сосудистой стенке занимает кальций, из-за чего сосуды теряют свою эластичность. А в результате у больного развиваются сосудистые заболевания, болезни сердца и крупных сосудов. Вот почему обилие пищи, содержащей кальций, в основном молочной, без должного баланса со стороны растительной пищи, вызывает то, что недостаток кремния замещается кальцием и получаются вот такие вот вещи. Это, как правило, просчеты в питании. Вот некоторые рекомендуют, ага, молочно, молочно, молочно. А молочно, видите, не так уж хорошо. Должна быть пропорция между молочным питанием и растительным, чтобы это было сбалансировано. То есть без большой миски салата наше питание, увы, неполноценно по кремнию. Заболевание костной ткани. Уменьшение содержания кремния в организме во время беременности или во время роста и развития ребёнка может вызвать отставание в росте или повышенную хрупкость костной ткани. То есть есть периоды, в которые особенно активно надо снабжать организм кремнием. Появление аллергических заболеваний, ухудшение работы иммунной системы при недостатке кремния может стать причиной не только частых простудных и вирусных заболеваний, но и развитие аллергических реакций, таких как крапивница, полинозов и иных дерматитов. То есть как только вы у себя начинаете видать проявление непонятных дерматитов, вроде всё нормально, они тут возникают. Обратите внимание, насколько правильно вы потребляете и достаточно ли потребляете продуктов, содержащих кремния. Возникновение новообразований несколько раз увеличивает риск развития злокачественных опухолей, что делает кремния у нас в организме. И вот вам показатель, что где-то находится, извините, искал, искал специально для встречи, но можете поверить, что это не является ни рекламным роликом, ни этим, что действительно это было так. Что? И вот, когда ваша информация прошла, я так подумал, господи, да это же вот он, это не просто курорт, это целебнейшее, это то, что вообще можно придумать, придумать и придумать, и лететь, и бежать туда больным и всем для выздоровления, скажем. И так мы подходим понемножечку к важности кремния. Можно немножко вставить, Тигран. Вот, а говоря о важности кремния, ссылаются на следующее, что кремния вообще, наверное, на земной коре больше всего. Где-то, ну я так уж не помню, но, по крайней мере, огромное количество кремния. И значит, что делает кремний, вот, согласно взглядам там ученых, то, что вот это вот идет излучение космическое и солнечный свет, и кремний, оказывается, он может этот солнечный свет, то есть энергию солнечного света удержать, и, будем говорить, аккумулировать вот в районе планеты. За счет чего и образуется вот это как раз жизнь. Ну и плюс уже и у нас тут различные, о чем мы говорили, элементы космоса. Я вам скажу, Геннадий Петрович, в нашей беседе. Сейчас прозвучит информация, которая, в принципе, есть везде, и она научная. И вот почему она не используется так широко, не очень-не очень понятно. Кремния являются вторым элементом понадобности после кислорода для человеческого организма. Без кремния не запускаются химико-биологические процессы. Это чай пьет. У меня. Продолжаем. Как-то уж так получилось, непонятно. Вот лично для меня, я где-то лет шесть назад начал заниматься народной медициной во благо своей семьи, скажем так. И до сегодняшнего дня мне непонятно. Есть информация, информация научная. Есть разработки научных институтов, есть разработки профессоров, светил медицины. Где черный по белому написано. Без кремния не запускается ни один химико-биологический процесс. Тогда у меня возникает. Если без кремния не запускается, друзья мои. А дисбаланс, как показывают те же исследования, у человека огромен. А на сегодняшний день, по показаниям тех же исследований, что у тех же детей на 50% ведет дисбаланс кремния. Тигран, тут тогда возникает сразу же вопрос. А почему он возникает? А потому что кремний беспощадно используется организмом. Тем же паразитология, вот ваша тема паразитология, те же паразиты питаются кремнием, они беспощадно его уничтожают. А пополнение, Геннадий, мизерное. Хорошо. А из каких источников человек потребляет кремний? Что у него, как бы сказать, недостаток йода, и начинаются развиваться какие-то заболевания. А вот если недостаток кремния, либо там вот паразиты его употребляют, ну, прежде всего, откуда мы берем кремний? Больше всего кремний содержится в шпинате, сельдерее, моркови, огурцах, белокочанной капусте и других овощах. Меньше кремний в продуктах животного происхождения, это яйца, молоко, мясо, масло и так далее. Для получения суточной дозы кремния взрослому человеку достаточно правильно питаться и использовать в пищу кожуру овощей и фруктов. То есть, больше всего в кожуре оказывается. Но если выраженный дефицит кремния в организме, особенно в период роста, беременности и кормлению грудью, то лучше использовать дополнительные источники кремния. Какие это? Это настой хвоща. Есть такая трава, полевой хвощ. Значит, как принимать этот полевой хвощ для восполнения кремния в организме? Одну столовую ложку сухой травы полевого хвоща заливаем одним стаканом кипятка, наставим 15-20 минут под крышкой и принимаем по полстакана один-два раза в день. Так, отвары лекарственных травм. Малина, овес, тысячелестник, солодка, пастушья, сумка и некоторые другие растения обладают способностью накапливать кремния, запоминая малина, овес, тысячелестник, солодка, пастушья, сумка. Для восполнения дефицита кремния можно ежедневно выпивать по половине стакана отвара или настоя любой из перечисленных трав. Чередуй их каждую неделю, чтобы не было привыкания. Для приготовления отвара или настоя одну столовую ложку сухой травы заливают стаканом кипятка. Лучше все это делать в термосе со стеклянной колбой. Настаивать минут 20-30 и далее принимать, то есть выпивать в течение дня. Помимо трав много кремния содержат ростки пшеницы, о чем я вам постоянно говорю. Ростки пшеницы, проростки пшеницы, отруби, морские водоросли. Вот лично я раньше ел чуку, так называется морская водоросль, а сейчас ее целенаправленно уже ем. Значит можно использовать морскую капусту в качестве заменителя соли, либо соль поваренную смешать пополам-напополам с перемолотой морской капустой и получится у вас очень интересная микроэлементная подкормка. А также мумиё и мед. Мед лучше всего из разнотравья. Мы с вами можем пополнять недостаток кремния не только с помощью продуктов питания, но оказывается и контактируя с почвой, в которой содержится кремний, а также употребляя в воду, насыщенную кремнием. Он пополняется по своей сути из продуктов питания, но максимально он присутствует, допустим, в том же неочищенном рисе. Максимально он присутствует в том же сравах, вот допустим, как был хвощ полевой. То есть если рис, извини, буду немножечко прибивать. Да, буду так общаться, чтобы прибивать. Значит, рис должен быть, он в основном содержится в оболочке. Когда оболочку, наверное, сдирают, то, увы, получается, что там нету кремния. И возникает вот этот дисбаланс. Поэтому запоминаем, что хлеб из муки грубого помола, пшеничные отруби, необработанный, нешлифованный рис должны входить в ваш ежедневный рацион. Вот, если это не происходит, то получить достаточное количество кремния можно, увеличив количество овощей и фруктов, в которых содержится. Но при этом помнить, что все растительные овощи и фрукты должны быть с кожурой. И есть их надо обязательно с кожурой. Как может тоже кальций усвоиться, извини меня, который на каждом углу назначается, на каждом углу, для костей, для того, для сего. Если он без кремния, ну никак не усвоится. Осядет на сосуде системы. В связке идет, значит, кремний и кальций. Однозначно. Понимаете, это научные, это медицинские характеристики. Это если бы, я бы выдумывал теорию своей какой-то, я ученик медицины. Я слышал следующее, что кремний он дает, в основном, будем говорить, крепость скелету, а вот для того, чтобы были связки гибкие, а это уже дает кремний. И вот должен быть баланс. В противном случае кости будут хрупкие, либо же сосуды тоже становятся хрупкие, и в них вот это откладывается, вот эти, кальцинозные все эти вещи. На сегодняшний день, занимаясь этой темой, скажем так, очень плодотворно и широко, показывает такие характеристики, что просто на удивление, если берем, допустим, ту же болезнь псориаз, которая люди мучаются, люди пытаются то солидолом смазать, то еще дегтем, ну и так далее, и так далее. Перечень, он огромен, гормональное применение, перечень нормально огромен. Но никак не получаем с победой, и никак дела плохо. Тоже пациент, который пополняет кремнием, органит кремнием, он выходит из этой ситуации уже несколько дней. Что вы на это скажете? А ведь это практика. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов Про. Доброго здоровьица и до новых встреч!